К концу лета 45-го года Вторая мировая война вступила в свою завершающую фазу. 9 августа началась, пожалуй, крупнейшая за всю историю человечества военная операция. Красная армия сразу с трех сторон атаковала позиции миллионной японской квантунской армии в Манчжурии на линии фронта протяженностью 2700 километров. Чуть позже, утром 11 августа 45-го года, началось скрытное выдвижение войск к советско-японской границе на Сахалине. Солдаты и офицеры прекрасно понимали, что их ожидают упорные бои с японцами за Южный Сахалин. Но о том, что это наступление может сыграть важную роль и в изменении всей послевоенной политической карты мира, тогда не думал никто. Поход Красной армии на Южный Сахалин в 45-м году он принадлежал Японии. Считается одной из последних стратегически важных операций Второй мировой войны, у которой должно было быть еще и продолжение – высадка советского десанта на японский остров Хоккайдо. Что касается десанта на Хоккайдо и попытки, ну, скажем так, взять под контроль этот остров, они действительно были. Сталин считал, что у Советского Союза были все основания претендовать на этот остров. Остров Хоккайдо упоминается в документах периода Александра I. Он тоже там назван как территория, принадлежащая Российской империи. По одной из версий, на территориях бывшей Японской империи должна была появиться Народная республика, близкий союзник СССР. В секретных советских архивах сохранились даже планы, связанные с возможным разделом Японии. Например, строительство железной дороги с Сахалина на остров Хоккайдо и далее вглубь японской территории. Она должна была покрыть собой всю территорию Сахалина и, возможно, даже соединить какие-то территории Японии. А по другой версии, Сталин подумывал о создании Японской автономной Советской республики прямо в составе СССР. Советские планы последних дней Второй мировой войны во многом до сих пор остаются загадкой. А их судьба – загадкой вдвойне. Что все-таки помешало Красной армии занять часть японской территории? Действительно ли Сталин собирался создавать Японскую автономную Советскую республику? Как на занятых территориях пытались приучать японцев к социализму и советским порядкам? И почему, несмотря на это, ни народная, ни автономная Советская республика так и не появились на карте, а почти всех японцев в итоге выслали из СССР? Давайте разбираться во всем этом вместе. Смотрите прямо сейчас. Как союзники собирались делить Японию? Поступил приказ. Сперва, значит, куда, куда, чего, а потом солдатское радио на Хоккайдо. Зачем японцы просили их сделать гражданами СССР? Несколько десятков тысяч человек точно остались бы на Южном Сахалине. И почему на Южном Сахалине провалилась идея создания японских партизанских отрядов для борьбы с Красной армией? В мае 1945 года закончилась Вторая мировая война в Европе. Но в Азии она продолжалась. США, Англия и Китай вели боевые действия против Японии, главного союзника Германии. В феврале 1945 года на конференции в Крыму Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились о том, что СССР тоже вступит в войну против Японии. Примерно через 2-3 месяца после победы над Германией. И Советский Союз свое обещание сдержал. 8 августа Советский Союз объявил, что со следующего дня начинают боевые действия против Японии. Вскоре они охватили огромную территорию – Северный Китай, Северную Корею и Южный Сахалин. Вступив в войну, Сталин рассчитывал на возвращение Южного Сахалина и Курильских островов. Эти территории отошли к Японии еще после поражения России в русско-японской войне 904-905 года. Вопрос о передаче в Советский Союз Южного Сахалина и Курильских островов возник во время Ялтинской конференции. Тогда американский президент Рузвельт предложил Иосифу 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 Сталину передачу этих территорий взамен, ну скажем, такой помощи, которую Советский Союз может оказать Америке в ее борьбе против Японии. Иосиф Иосиф Иосифович довольно ответил, что американский президент хорошо понимает интересы Советского Союза. До августа 1945 года на Сахалине СССР и Японию разделяла сухопутная граница. Она проходила по всему острову, точно по 50-й параллели. Южнее нее находилась японская провинция Карафута. С 1905 года туда переселяли японцев из самой Японии. Если в начале 20-го века на Южном Сахалине практически не было японского населения, то в 1940 году оно составляло уже около 400 тысяч человек. Это 95% всех жителей Карафута. Южный Сахалин – это территория с особыми уникальными природными условиями. Невозможно выращивать рис, но при этом очень много природных ресурсов, которые необходимы Японии в ее промышленном развитии. Они добывали уголь, добывали морепродукты, лес, бумагу делали. Это регион, в котором Япония приложила большие усилия, чтобы закрепить эту территорию за собой. В 1938 году поэт Сергей Михалков написал стихи о сахалинском пионере Миши Королькове, которого захватили японские милитаристы. Они требовали рассказать им, как незаметно подобраться к советским пограничным заставам на Северном Сахалине. Если ночью, месяц в тучах и дороги не найти, то какой тропинкой лучше нам к заставе подойти? И тогда Миша гордо ответил – мы своих не выдаем. Советско-японская граница на Сахалине действительно была очень неспокойной, и провокации на ней нередко случались не только в стихах, но и в реальной жизни. После нападения Германии на Советский Союз ситуация стала еще более тревожной. В 1941 году разведчик Вячеслав Гаврилов служил в 157-м стрелковом полку 79-й стрелковой дивизии. Полк стоял всего лишь в 20 километрах от границы на Сахалине. Вот эту местность мы буквально всю изрыли. Мы занимались оборонными работами. Но вот первое время, значит, мы ждали, каждый день мы ждали нападения японцев. То есть все зависело от Запада, какие события там будут. Однако поражение Германии на Восточном фронте заставили японцев отказаться от нападения на СССР. А 11 августа 1945 года уже Красная Армия начала наступление на юг Сахалина. Японские силы здесь уступали советским. Зато у них был весьма эффективный, как им казалось, план обороны Карафута. Японское командование рассчитывало задержать советские войска, используя особенности острова. Ширина Сахалина в районе советско-японской границы чуть больше 130 километров. С севера на юг шли только четыре дороги, которые окружали почти непроходимые леса и горы. Японцы так построили свои оборонительные узлы, что они полностью простреливали эти транспортные пути. Даже одного-двух дотов было достаточно для того, чтобы задержать движение войск. К тому же активно действовали японские снайперы и диверсанты. Японские диверсанты часто резали провода линий связи. Затем устраивали засаду, дожидались связистов и уничтожали их. Тогда советские бойцы начали ходить на ремонт связи группами в несколько человек. Пока один из них чинил провода, его прикрывали два-три автоматчика. Мы к этому подготовились. Один пошел впереди, а двое заду. Вот когда Саша завернул непосредственно, подошел к запу, где был порыв, встал на коленке, начал соединять, выскочивали три японца. В общем, вдвоем мы со страху, или как сказать, автоматы, по 70 патронов диски эти были. И мы не заметили, как мы по диску у этих японцев. И мы с ним сделали сито. И за вот эту операцию я получил медаль за отвагу. К середине августа 1945-го японская армия терпела поражение уже на всех фронтах. 15 августа император Японии Хирохита объявил о готовности подписать безоговорочную капитуляцию. К этому времени союзники уже вели секретные переговоры о будущем Японии. Союзники по антигитровской коалиции в Азии договаривались о территориях, на которых будет принята капитуляция японской армии. Вот эта территория ваша, эта территория наша. И уже построение какого-то гражданского необходимого государства, может быть, должны были решить, наверное, уже в обсуждениях. Советские представители должны были принимать капитуляцию японцев на Южном Сахалине, Курильских островах, в Маньчжурии и на Леодунском полуострове. Там находились города Порт-Артур и Дальний, тоже утерянные Россией после русско-японской войны в 1904-1905 годах. Однако за обтекаемыми дипломатическими формулировками о зонах приема капитуляции было понятно, что они позже войдут в сферу влияния СССР, США или Британии, то есть той страны, которая примет капитуляцию именно на этих территориях. Поэтому Москва не случайно настаивала, чтобы советские представители принимали капитуляцию японцев и на острове Хоккайдо. В Москве полагали, что у Советского Союза есть даже исторические основания требовать советского присутствия на этом острове. Ведь еще в начале 19 века Хоккайдо считался русским. Впервые, в общем, в документах остров Хоккайдо, как русский остров, назван в документах периода Екатерины II. Там описывается народ Айны, которые там жили. Также известно, что Айны воевали на протяжении нескольких сот лет с японцами. Но эта территория названа как русская территория. Второй раз, кстати говоря, остров Хоккайдо упоминается в документах периода Александра I. Он тоже там назван как русский, как территория, принадлежащая Российской империи. И даже японцы до середины 19 века нам не сильно возражали в этом. 16 августа 1945 года Сталин направил Трумэну телеграмму. В архивах сохранился вот этот ее подлинник. Сталин откровенно писал президенту США. Японцы в 1919-21 годах держали под оккупацией своих войск весь советский Дальний Восток. Русское общественное мнение было бы серьезно обижено, если бы русские войска не имели района оккупации в какой-либо части собственной японской территории. Я бы очень хотел, чтобы изложенные мои скромные пожелания не встретили возражений. Однако пожелания Сталина президент Трумэн отклонил. Более того, он в свою очередь потребовал, чтобы СССР предоставил США один из Курильских островов под авиабазу. Но теперь уже Сталин отреагировал на него резким и категорическим отказом. Почему же Трумэн решил не делиться Хоккайдо с русскими? И что в ответ мог предпринять Сталин? Несмотря на заявление императора от 15 августа о готовности подписать всеобщую капитуляцию, на Сахалине японские войска продолжали сопротивление еще почти целую неделю. Они и стремились задержать продвижение Красной Армии, чтобы успеть эвакуировать с острова военные и особо ценные имущества. Мосты были все взорваны, железная дорога не работала, японцы сопозревали это хозяйство. Все поселки, вот Парвайск особенно, Секуко он назывался, он был весь сержанин. Японское командование рассчитывало, что местное население начнет партизанскую войну. Оно распускало слухи о свирепой Красной Армии, которая будет убивать всех без разбора. Но явно перестаралась. Эти слухи так напугали японцев, что они просто отсиживались в лесах от страха, даже не помышляя о вооруженном сопротивлении. В нем пытались участвовать буквально единицы. Были обезврежены несколько групп, в том числе вооруженные. Я не видела ни разу ни одного донесения, в котором бы показывались, что действительно вот какой-то группе удалось что-то взорвать, что-то уничтожить, кого-то убить. 16 августа советский морской десант захватил город Тору. Сейчас это Шахтерск. 18 августа – Эсу Тору, современный Углегорск. 20 августа – порт Маока. Теперь это город Холмск. Только после этого японское командование, наконец, предложило начать переговоры о прекращении огня. Переговоры состоялись в Сири Тору. Теперь это город Макаров. Был подписан соответствующий меморандум. В архивах сохранился его японский вариант. Несколько страниц, покрытых иероглифами. Японцы согласились сложить оружие и прекратить сопротивление. Советские войска занимали город Таюхара, нынешний Южно-Сахалинск. И получали контроль над железнодорожными перевозками на Южном Сахалине. В свою очередь, они брали на себя обязательства не причинять ущерба местным жителям и не считать их пленными, обеспечить работу промышленных предприятий. 24 августа 1945 года Красная Армия вошла в столицу японской провинции Карафута – город Таюхара. На одном из самых высоких зданий управления почт был водружен красный флаг. Японцы встречали советских представителей со всеми почестями. На железнодорожном вокзале, одетый во фраг и цилиндр, японский губернатор Карафута Тосио Оцу ждал генерал-майора Михаила Алимова. Его назначили военным комендантом города. Прямо на вокзальной площади состоялся небольшой банкет. Таюхара и другие населенные пункты Южного Сахалина были настоящими городами контрастов. Нищета там соседствовала с роскошью. Большинство населения жило бедно. Но в магазинах и на складах оставались еще такие товары, которые в Советском Союзе были настоящим дефицитом. Мы увидели полные склады радиоприемников. У них во всех были радиоприемники уже такие. А у нас еще висели на стенах эти тарелки черные, репродукторы. И само по себе их устройство было лучше, чем на северном Сахалине. Это отдать должное надо, что это. У них, как бы сказать, Сахалин у них был как Астана, это своего рода территория. А у нас на окраине коммуна сейчас особенно было в то время. Но сам город солдатам и офицерам Красной Армии показался пустым и мертвым. Многое население испугалось, конечно, наступление советских войск. Часть убежала в горы, было несколько десятков тысяч беженцев. Часть, если имели такую возможность, пересекали пролив на маленьких лодочках контрабандой, можно так сказать, убегали с острова на Хоккайдо. Но около 300 тысяч человек осталось здесь. И после того, как советские войска взяли ситуацию под контроль, они вернули беженцев по своим домам. В Москву с южного Сахалина поступали донесения о том, как ведет себя японское население по отношению к Красной Армии. Информация поступила от грифом «Секретно». В документе, в частности, упоминается, что в первые дни после прихода войск Красной Армии японцы вели себя боязливо, опасались репрессий. Вскоре на улицах городов южного Сахалина расклеили воззвание командования Красной Армии на японском языке. В нем говорилось, война окончилась, Красная Армия принесла мирный труд и порядок, ей чуждое насилие и порабощение других народов. Местное население стало возвращаться домой. Постепенно налаживалась мирная жизнь. Советским солдатам и офицерам категорически запрещалось обижать японцев. Но и неформальные контакты с ними запрещались, особенно с женщинами. И вот одна японочка ко мне приглянула, и я приглянулась. Ну и я, видать, ей приглянулся. Изъяснялись мы с ней. Она два слова по-русски, я два слова по-японски. Командование узнала, а за связь-то с иностранцами строго наказывалась. Меня в несколько раз предупредали, чтобы я прекращал, прекратил это дело. Но, как сказать, чувства брали свое. Я продолжал с ней. И когда ее провожали в Хоккайле, я в самоволку уехал с ней и проводил ее с Холмска на пароход. И потом вернулся в часть. Получил 10 суток. Но как раз в это время, когда на Южном Сахалине шли первые мирные дни, в Москве заканчивалась разработка плана вторжения на Хоккайдо. И именно Южный Сахалин должен был стать плацдармом для начала этой операции. 20 августа 1945 года главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Александр Василевский отдал секретный приказ начать подготовку к высадке на Хоккайдо. До последних дней войны на этом острове находились крупные силы японской армии. Поэтому маршал подчеркивал, что для высадки на остров в ближайшее время будет использовано не меньше двух советских дивизий. Однако о точном сроке начала операции Василевский не знал. О нем не знал вообще никто. Приказ об этом мог отдать только один человек. Это особое распоряжение должно было последовать со стороны товарища Сталина. То есть один человек принимал решение, один человек мог дать отмашку. Возможно, Сталин просто собирался поставить американцев перед свершившимся фактом. Отказ Трумана разделить Японию явно вызвал его недовольство. Ведь в Москве прекрасно знали, что еще в 1944 году американцы сами разрабатывали планы совместной оккупации Японии. И в них Советскому Союзу отводилась значительная роль. Они допускали такую возможность в том случае, если военные действия пойдут как-то не так. А как не так? Ну, к примеру, если Советский Союз начнет сухопутную операцию, масштабную сухопутную операцию против Японии. Вот в этом случае американцы хотели застолбить себе часть территории и, в общем-то, разделить территорию Японии уже по полной программе на зоны влияния. На этих картах проекты разделов Японии между союзниками на три зоны американскую, советскую и британскую. Причем в Советскую зону могли отойти как минимум остров Хоккайдо, а как максимум часть самого большого японского острова Хонсю. По одной из версий, на части территории, оккупированных советскими войсками, в будущем и могла появиться Японская Народно-демократическая Республика, близкий союзник СССР. Так что советский десант на Хоккайдо стал бы одним из важнейших шагов для достижения этой цели. 20 августа 1945 года подготовка к нему перешла в завершающую фазу. В отличие от Хоккайдо, вопрос с Южным Сахалином был ясен с самого начала. Он переходил к СССР. Но в каком виде он должен был стать частью огромного Советского Союза? Существует версия, что якобы на территории Южного Сахалина Советский Союз хотел создать что-то типа автономной Японской Республики. 23 сентября 1945 года было образовано Гражданское управление при Военном Совете 2-го Дальневосточного фронта. Его возглавил бывший председатель Сахалинского райисполкома Дмитрий Крюков. Но на своих должностях остались и бывший японский губернатор провинции Карафута Тосиооцо и около 2,5 тысяч японских чиновников. Именно они и решали повседневные проблемы японского населения. Дмитрий Николаевич Крюков писал распоряжение, приказы именно губернатору. А губернатор действительно по административной линии эти приказы приводил в жизнь. Вот один из таких приказов. от 20 сентября 45-го года. Крюков обязал бывшего японского губернатора в пятидневный срок обеспечить нормальную работу гражданских учреждений, предприятий, японских банков, выплату зарплат, сбор налогов, почтовую связь и вывоз мусора. Крюков практически в декларативной форме зачитал те новые порядки на ближайшее время, которые будут теперь на территории Южного Сахалина. Отцу Тосио по-японски уважительно откланялся и сказал, что да, мы будем работать совместно во благо всем жителям этой территории. В глазах японцев отцу Тосио по-прежнему оставался начальником. У него был штат сотрудников, автомобили, даже шесть советских солдат для охраны. Не вернули ему только резиденцию в центре города. В ней разместился штаб командования Красной Армии. К осени 45-го года мирная жизнь вернулась на Южный Сахалин окончательно. В городах открылись японские магазины и мастерские, вывески, на которых первое время вызывали смех советских солдат и офицеров. Ну, например, сапоги-доктор или часы-доктор. Так японцы переводили название услуг по ремонту, то есть, как они понимали, мастерские по лечению, обуви или часов. Огромной популярностью пользовались у них советские фильмы, тем более, что цены на билеты в кинотеатры были снижены в три раза. Советская администрация разрешила проведение спортивных соревнований. В футбол между собой играли советские и японские команды, а японцы соревновались в бейсбол и регби. На базарах и площадях они устраивали борцовские поединки. Однажды, Крюков, проходя мимо площади, увидел, как большая группа японцев оживленно болеют за людей, которые борются. И вдруг он увидел, как через эту толпу толпа расступает, через эту толпу проходит женщина, скидывает в себя одежду и начинает бороться с мужчинами. И Крюков насчитал примерно 15 поединков, в которых эта женщина победила. И как Крюков говорит, что я настолько был поражен, рад и удивлен, что я послал ей коробку конфет в подарок. Новые власти старались особо не вмешиваться в повседневную жизнь японцев. Позволяли им очень многое из того, что, может быть, было немыслимо на другой территории Советского Союза. Скажем, позволили сохранить культ синтаизма. У нее была религия, синтаизм, и синтаистские храмы, которые у нас до сих пор южно-сахалинские, в Сахалинской области находят. Их разрешили иметь. Священников, которые при этих храмах состояли, их не трогали, их не арестовывали, для того, чтобы они обслуживали население Южного Сахалина. разрешили японцам заниматься и частным бизнесом в сфере услуг, торговли или рыболовства. А вот так называемые «дома любви» советские власти закрыли сразу же. Боролись они и со старинной японской традицией поклонами. Их считали пережитком феодализма. Впрочем, пережиток оказался заразительным и для советских людей. Однажды он заставил сильно перенервничать и самого Дмитрия Крюкова. В начале 46-го года Крюкова вызвали к Сталину. Сталин долго расспрашивал его о Сахалине. «Ваша задача», сказал он, «быстрее наладить там все хозяйство». Потом добавил, «К японцам относитесь лояльнее, возможно, будем с ними дружить». Крюков вспоминал, что очень волновался во время этой встречи и уже выходя из кремлевского кабинета, вдруг сам почему-то инстинктивно поклонился Сталину на японский манер. Почему он это сделал, Крюков не мог объяснить и много лет спустя. Но потом еще долго переживал. Вдруг Сталину этот поклон не понравился, но никаких последствий для него этот казус не имел. Многие из новых порядков японцам понравились. Например, бесплатное обучение в школах или социалистическое соревнование. Портреты его победителей вывешивались на улицах и печатались в местной газете на японском языке, чем они очень гордились. В настоящий восторг их привело введение восьмичасового рабочего дня. Раньше они трудились по 10-12 часов в день. В общем, японцы были очень-очень рады этому событию, первоначально даже не верили своему счастью, но потом это оказалось в общем грамотным решением и повысилась, как говорится, производительность везде, и в промышленности, и в сельском хозяйстве тоже. Скорее всего, именно такую же систему управления, как на Южном Сахалине, советские власти собирались установить и на японском острове Хоккайдо, в том случае, если бы его заняла Красная Армия. 21 августа 1945 года, после приказа маршала Василевского о подготовке десанта на Хоккайдо, началась переброска советских войск в порты Южного Сахалина. Главной силой десанта должен был стать 87-й стрелковый корпус 1-го Дальневосточного фронта. Его поддерживали советские подводные лодки. 21-22 августа 1945 года они заняли позиции вблизи острова Хоккайдо. На аэродромах Приморья ждали сигнала бомбардировщики и истребители. Среди советских солдат на Южном Сахалине о предстоящей операции говорили уже открыто. Сперва значит куда-куда-чего а потом солдатское радио на Хоккайдо. Это был такой хитрый наверное расчет. На тот момент если бы скажем прощупать реакцию американцев то есть если бы американцы чересчур резко отреагировали на такое самовольство советского маршала то Сталин мог бы сказать что сам без приказа оккупировал. если бы американцы промолчали скажем тогда то можно было бы продвинуться еще дальше на юг и уже диктовать там свои условия. 22 августа 45 года войска были уже почти готовы к высадке. В этот день они получили новый приказ Василевского однако он для всех оказался полной неожиданностью. Приказ гласил от операции по десантированию наших войск с острова Сахалин на остров Хоккайдо необходимо воздержаться впредь до особых указаний ставки. А 27 августа последовал новый приказ уже самого Сталина. Во избежание создания конфликтов и недоразумений по отношению к союзникам категорически запретить посылать какие бы то ни было корабли и самолеты в сторону острова Хоккайдо. Почему вдруг Сталин так резко изменил свои планы? Ведь формально он так и не согласился с тем, что советские войска не должны иметь в Японии своей зоны оккупации. Вот еще загадочная деталь, связанная с событиями вокруг японских территорий. Летом 46-го года был разработан вот этот проект строительства железной дороги через весь Сахалин. Но почему-то она должна была соединить и Сахалин с Японией, а потом пройти через весь остров Хоккайдо. Протяженность дороги поражает. Красными линиями показана железная дорога, ее протяженность по всей территории острова. Вдалеке мы видим территорию Японии, город Токио. Она должна была покрыть собой всю территорию Сахалина и возможно даже соединить какие-то территории Японии. Зачем же нужно было планировать строительство железной дороги в Японии? Ведь в 46 году ее уже полностью оккупировали американцы. Может быть этот проект имел отношение к каким-то будущим планам Сталина по отношению к Хоккайдо? Ведь недаром он сказал на встрече с Дмитрием Крюковым, что мы будем еще дружить с японцами. Но какие это были планы и каким способом Сталин собирался их реализовывать? Сейчас об этом остается только догадываться. Но тогда в августе 45-го он скорее всего тщательно взвесил все последствия десанта на Хоккайдо и понял, что для СССР он принесет больше проблем, чем выгоды. В самом деле после разгрома Японии СССР получил Южный Сахалин, Курильские острова, Леодунский полуостров с городами Порт-Артур и Дальний. На севере Кореи вскоре появилась Коммунистическая республика. В Китае усилились коммунисты, которые всего лишь через 4 года пришли к власти. Стоило ли при этом идти на обострение отношений с американцами ради небольшой японской территории? Тем более, что в распоряжении США уже была атомная бомба. Вероятно, по мнению Сталина, эта игра не стоила свеч. 2 сентября 45-го года Япония официально подписала капитуляцию. Сталин послал Трумэну эту приветственную телеграмму. Победу над Японией он назвал блестящей. Де-факто Сталин соглашался с тем, что вся Япония становилась зоной американской оккупации. Впрочем, было еще возможно создать Японскую социалистическую республику в составе СССР на Южном Сахалине. Ведь там оставалось почти 300 тысяч японцев. И многие из них, кстати говоря, хотели этого. Японцы очень и очень активно зондировали почву и хотели перейти в общем-то в гражданство Советского Союза. Был даже такой интересный факт, когда целый завод, значит, консервный завод или там макаронный завод, значит, все, абсолютно все работники этого завода написали заявление, что они готовы остаться в Советском Союзе и принять советское гражданство. Слухи о том, что на Сахалине должна была появиться японская автономная советская социалистическая республика ходят до сих пор. Теоретически такое действительно могло произойти, но только теоретически. Вряд ли Сталин согласился бы предоставить автономию в составе СССР недавним противникам, да еще и на стратегически важном для страны Сахалине. Не случайно уже в конце 45-го года на Южный Сахалин начали направлять переселенцев из СССР. Они должны были составить там новое национальное большинство вместо японцев. Потому что опять же советская территория должна быть населена советскими гражданами. И еще японская советская республика на Южном Сахалине могла бы действительно стать эффектным ответом американцам, но при этом наверняка бы превратилась в геополитическую проблему для Москвы. Это был бы еще один такой тлеющий конфликт, еще одна такая вот раздражающая точка в наших с Японией взаимоотношениях в первую очередь. В итоге Политбюро утвердило решение о создании Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского края. Вот так выглядел сам указ Президиума Верховного Совета об образовании Южно-Сахалинской области. Образовывались соответствующие районы на Южном Сахалине и на Курилах. Город Южно-Сахалинск отнесен к областному подчинению. 18 мая 1946 года город Торихара переименовали в Южно-Сахалинск. Тогда же с японских на русские изменили и другие географические названия. В 1946 году 19 декабря было заключено советско-американское соглашение, которое предусматривало репатриацию из территорий, находящихся под контролем Советского Союза, на территорию, ну, саму Японию. Японцев перевозили группами по 2-3 тысячи человек. Каждому разрешалось взять с собой до 16 килограммов личного имущества. Запрещались к вывозу валюта, советские деньги из золота. Часть из них хотела остаться в Советском Союзе, не хотели возвращаться. Я думаю, что если бы вот этот вот принцип добровольности при репатриации соблюдался, довольно приличная диаспора, что несколько десятков тысяч человек точно остались бы на Южном Сахалине. Но, к сожалению, все-таки выполняя советско-американское соглашение, их всех выселили. В 47-м году была окончательно поставлена точка в процессе превращения всего Сахалина в часть СССР. 2 января 47-го года Северный и Южный Сахалин объединили в Единую Сахалинскую область, а 11 апреля Политбюро одобрило предложение перенести центр области в город Южно-Сахалинск. К тому времени недавние союзники уже вступили в так называемую холодную войну между собой. Тогда-то и возникли самые невероятные проекты и не менее невероятные слухи, которые дошли до наших дней. Такие, например, как слухи о Японской Советской Республике на Сахалине. Но, если говорить о том, что произошло на самом деле, то СССР вернул себе на Дальнем Востоке Южный Сахалин и Курильские острова. А в сферу его влияния попали Китай и Северная Корея. Это был огромный успех, хотя при этом Сталину все-таки пришлось уступить американцам в вопросе о Японии. Результат большой дальневосточной игры 1945 года определил расклад сил в этом регионе на многие десятилетия вперед. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова